Перемирие в Сирии в целом соблюдается, хотя есть и отдельные нарушения, несмотря на то, что со стороны вооруженной оппозиции с ним официально согласились около сотни группировок. Российская Минобороны подвела сегодня итоги первых дней прекращения огня. За прошедшие сутки выявлено 9 фактов нарушения режима прекращения боевых действий, в том числе обстрел населенного пункта Гбана в провинции Латакия, пересечения границы Сирии со стороны Турции группой боевиков численностью до 100 человек и захвате этой группой во взаимодействии с другими банформированиями северной части города Этель-Эль-Абьяда, 82 километра севернее города Рака. При этом действия банформирований поддерживались огнем артиллерии с турецкой стороны. К утру 28 февраля отряды курдского ополчения выбили боевиков из города. Российский центр обратился в находящийся в Омане Американский центр по примирению за разъяснениями об обстрелах территории Сирии со стороны Турции, являющийся членом возглавляемой США антиигиловской коалиции. В целом режим прекращения боевых действий на территории Сирии выполняется. Я напомню, что бюллетень о соблюдении или нарушении в примирии, опубликованной на сайте Минобороны, будут обновлять каждый день.